Родственные чувства Возникает в результате судьбы, его формирует энергия Бога. Человек сам не может сформировать родственные чувства ни с кем. Часто на лекциях задают вопрос, кто из вас нашел себе близкого человека? Поднимают несколько человек. Я поднимаю этого человека и говорю, хорошо, вы нашли себе близкого человека. Потом спрашиваю, а кто не может найти себе близкого человека? Поднимают кучу рук в зале. Я спрашиваю, ну как так? Вы нашли близкого человека к себе, а вы не можете найти? Неужели между вами такая разница? И тот, который нашел, он обычно говорит, ну вот я как бы люблю знакомиться там или еще что-то. Я нашел себе близкого человека. Я говорю, ну то есть вы более активный человек? Он говорит, да. Я говорю, ну тогда идите вот и найдите 100 рублей сейчас на улице. Ну хотя бы за день. 100 рублей сможете на улице найти за день? Он говорит, не смогу. Я говорю, 100 рублей не можете найти. А человека близкого на всю жизнь нашли. Как это возможно? Ну как бы так все равно с точки зрения логики это понять сложно, то, что я сейчас сказал. Но я могу чувствовать, видеть, когда примерно по судьбе человеку положено получить кого-то. И бывает так, вот вчера ко мне женщина подошла, она говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? На каждой лекции говорю, что так не надо спрашивать. И все равно она подошла и говорит, когда? Время. Вот. Я объяснил, что это для женщины выйти замуж это награда. За что-то. Я говорю, за что награждать вас будем? За то, что бросили мужа? Она говорит, ну да, было дело. Вот когда раскаетесь, говорю, когда сможете раскаяться, тогда Бог вас простит и даст другого человека. Потому что энергия Бога, она тратится на то, чтобы люди были вместе. Мы, наверное, заметили в своей жизни, что очень трудно бросить близкого человека. Пытаешься бросить и не можешь. От него идешь и тебя тянет назад. Это энергия Бога тянет назад. Это не то, что я не могу бросить, типа я такой человек заслуженный, я такой классный человек, что я не могу бросить. Эта энергия Бога нас соединила, она же и не дает бросить друг друга. Эти родственные связи поддерживаются высшими силами. Энергии Бога, божественной энергии. Это божественная энергия. И когда человек все-таки разрушает эту божественную энергию, он чувствует, что-то делает не то. Он чувствует это, но все равно это делает. Пищить и лезет. Да, как говорят. Результат будет печальный. У женщин, когда она бросает, женщина бросает мужа, у нее сердце становится холодным. У женщины из сердца идет энергия семейной жизни. Энергия семьи, семейной жизни. И мужчина, который надоело жить одному, хочется семью, тепла, он ищет женщину с теплом из сердца. Это подсознательно происходит. Он не понимает, что он именно такую женщину себе ищет. Есть же много красивых девушек, но некоторые красивые девушки не могут выйти замуж. Хоть они и красивые. Поднимите руку, девушки красивые, которые не могут выйти замуж. Есть красивые девушки, которые не могут выйти замуж. Почему так происходит? Потому что или в прошлой жизни какие-то проблемы были в отношениях, или в этой жизни уже девушка бросила близкого человека. Когда девушка бросает близкого человека, рвет отношения, то тогда сердце остывает, оно становится холодным. Холодное сердце, оно может только временно привлечь кого-то. Временно. А потом человек начинает общаться, чувствует, нет семейной энергии, нет семьи, чувства семьи нет. И расстается. Что делать? Нужно раскаиваться. То есть опять смотрим на святыню, кланимся. И понимаем, что мне для жизни, для развития, для духовного развития, женщине нужна семья. Я раскаиваюсь в своем поведении. Я неправильно поступила. Не надо было мне бросать этого человека. И сначала, когда человек раскаивается, он не чувствует, что ему не надо было бросать. В сердце приходит идея, что все-таки я права, что его бросила гадину. Но замуж не могу выйти, поэтому и раскаиваюсь. Надо начинать с этого хотя бы. А потом постепенно, со временем, в результате раскаяния и молитвы, придет знание о том, в чем ты не права. Это знание очень скрыто от человека. Человеку очень трудно понять, в чем он не прав. Женщине очень трудно понять, в чем она не права по-женски. Потому что есть у каждой женщины вот это эгоистическое чувство своей женской правды. Есть женская правда такая, так называемая. И женщины друг друга поддерживают в этой женской правде. Хотя она не является правдой, по факту. Ну не будем сейчас об этом углубляться в женскую правду, чтобы женщины не восстали против нее. Например, один кусочек такой женской правды, это женщина лучше, чем мужчина, в тайне, в сердце. А также ребенок лучше, чем мужчина. Женская правда означает, мы живем для ребенка. Хотя по факту веды говорят, что женщина должна жить для мужа. Тогда ребенок воспитывается правильно. То есть есть женские какие-то виды правды, которые являются ложью по факту. Они неправильны. Это неправильный способ понимания вещей. Так как женщине все самое лучшее наружу, поэтому ей кажется, что она лучше мужчины. Каждой женщине кажется, что она лучше. Но она должна понимать, что это не является правдой. Женщина должна подчинить себя мужскому началу, и тогда она становится лучшей половиной человечества. Только в этом случае, когда она себя подчиняет. А если она себя не подчиняет, то она не лучшая половина. Она половина, приносящая беспокойство обществу. Также есть мужская правда. Мужская правда заключается в том, что мужчина считает всех женщин дурами. Мужчины считают, что женщины дуры. Ну, они как бы... Ну, хотя это неправда. Потому что женщина является сердцем человечества. То есть женщина... Смотрите, на лекциях больше женщин, чем мужчин. В храмах больше женщин. Женщина ближе к Богу. Тот, кто ближе к Богу, тот и разумнее. По факту. Но вот есть мужская правда. Женщины глупее. Женщины глупее меня. То есть мужчина так чувствует, так думает. Эта мужская правда не является правдой. Это просто его иллюзия, в которой он живет. Иллюзия мужчины. Ну, то есть есть мужская иллюзия, женская иллюзия. И в соответствии с своей иллюзией люди часто совершают поступки. Но Богу все равно, какие у нас иллюзии. Он будет судить нас в соответствии с своим законом божественным. Божественный такой закон. Если я соединил людей вместе, а кто-то из них другого бросил, значит за это будешь отвечать. Все. Бросил, будешь отвечать. Нет вариантов. Нет вариантов. Хоть есть у тебя своя правда, почему ты бросил. Хоть нет у тебя этой своей правды. Не имеет значения. И так родственное чувство создается Богом. Это божественная энергия. Родственное чувство объединяется следующим образом. То есть люди чувствуют близость к человеку. Близость означает больше счастья и больше страданий. Иллюзия заключается в том, что мы ждем больше счастья от близости. Но близость означает больше счастья и больше страданий. Поэтому в невежестве близкие люди боятся друг друга, потому что там очень сильно преобладают страдания. Люди, когда в невежестве живут, они очень агрессивно. Они агрессивно наслаждаются друг другом. И агрессивно насилие совершают друг на другом. Они агрессивно доказывают свое невежестве. Поэтому признаком невежественной жизни являются очень грубые скандалы в семье. Это признак невежественной жизни. Страстные люди тоже ругаются, спорят, но стараются это делать покультурнее. Благостные люди тоже могут ссориться. Но скорее всего, чем благостная ссора отличается от невежественной? Когда люди в невежестве поссорились, они не мирятся. Они просто забывают, что поссорились. Страстные люди мирятся только внешне, когда поссорились. А благостные люди мирятся по-настоящему, прощают по-настоящему. Вот в этом разница. Все ссорятся и благостные, и страстные, и невежественные. Потому что больно всем в семейной жизни, всем больно. Ну то есть родственные чувства дают больше счастья и больше страданий в отношении. Но страсть означает прощаем только внешне. Потому что когда человек не молится Богу, он не может сердце простить глубоко. Это только по милости Бога происходит. Мы не можем забыть страдания. Забывают страдания только благостные люди, которые с Богом живут. Итак, надо понять одну вещь, что родственные чувства – это испытания для каждого человека. И поэтому люди в страсти, они побаиваются родственных чувств. Они чувствуют опасность в этом. И поэтому они боятся открывать сердце друг к другу. Давайте вот по открытию сердца тоже классификацию проведем. Открытие сердца близким человеком. Открытие сердца не означает говорить о сексе там, о детях. Открытие сердца означает говорить о недостатках своих и близкого человека. Единственный способ открытия сердца вообще есть. Это говорить о недостатках своих и недостатках близкого человека. А также говорить о Боге. Говорить о духовном, о своей вере говорить. Это называется открытие сердца. О своей вере. О самом ценном, что у тебя в сердце находится. Некоторые люди думают, что открытие сердца означает встретиться, поговорить о детях, о семье, о доме строящемся. Это не открытие сердца. Это удовлетворение чувств. Эта беседа не идет глубоко в сердце. Она не открывает, не очищает сознание. Такая беседа о семье, о родственниках, кто у кого родился, кто где растет, кто куда поехал, кто чем занимается, чем приготовили на обед, постирали, не постирали. Это не открытие сердца. Это наслаждение. Беседа для наслаждения. Открытие сердца означает сказать о своих проблемах в жизни, посоветоваться и сказать о проблемах близкого человека, что еще тяжелее. Конечно, мы говорим друг о другом проблемах в ярости, когда не выдерживаем уже эти проблемы. Это не открытие сердца. Это просто попытка втулить в сердце, вставить в сердце близкого человека свое знание о нем. Это не работает тоже. Ничего туда не вставится. В сердце можно вставить что-то только с помощью любви. Если любовью знание окружить, тогда оно вставляется в любое сердце. Без любви знания в сердце не вставишь. Нужно любить близкого человека. Любить означает желание служить. Любить не означает балдеж, который ты испытываешь от человека. Означает только желание служить. Если я хочу заботиться о нем, что-то сделать им приятное, хочу, значит это капелька моей любви к нему. Настоящая любовь берется только от Бога. Мы нищие в любви. У нас нет никакого желания никому ничего сделать. Никакого. И некоторые думают, что Олег Геннадьевич бесконечное желание что-то для нас сделать. И когда заканчивается лекция, я могу несколько человек принять, но когда у меня остывает обед, и люди говорят, ну еще немного, Олег Геннадьевич. Как Васька попал в спирт, как Васька попал в спирт, и его выжимали, пока он не сдох. Вот, вот, ну, чтобы спирт как-то, очистить спирт от Васьки. Когда меня отжимают после лекции, пока я не сдох, я могу что-то сделать для вас, но какая-то возможность какая-то ограничена, потому что я не Бог. Часто человека с Богом путают. Я вчера девушку спросил, вот смотрите, если мы друг другу хотим служить, то тогда я буду заботиться о вас столько могу, и вы обо мне тоже позаботьтесь. Я уже не могу сейчас о вас заботиться, мне надо идти кушать. Я говорю, что будем делать, я пойду кушать или буду подписывать книгу? Если я подписываю книгу, то вы заботиться обо мне не хотите. А я, ну, я могу это сделать. Или я иду кушать. Она посмотрела на меня, говорит, Олег Геннадьевич, подпишите книгу. Кушать вы хотите, не хотите, это ваше дело. Еще немного, Васек. Потерпи еще немного. Сдох. Ну, бывает. Бывает, Васек вздыхает тоже от отжима. Видите, у нас нет склонности служить. Ни у вас, ни у меня. Видите, я устал, уже все, не могу больше. Мне надо идти кушать. Также вы не склонны как бы меня отпускать. Это означает, мы нищие в энергии любви. Мы нищие. Но когда мы молимся, то энергии любви становится больше. И сколько можем, можем отдать. А потом она кончается, и мы отдавать уже не можем. Не надо требовать от человека больше, чем он может отдать. Это неправильно. У человека есть определенная возможность служить. Определенная возможность. Любого человека. Если мы требуем энергии любви к себе, это вызывает скандалы. Требовать энергии любви лучше вообще не надо. Это самый лучший вариант жить. Не требовать энергии любви, а давать энергию любви. И так. И так. И так. Энергия любви берется только от Бога. У нас нет энергии любви. У нас есть энергия наслаждения, которая опять же Богом дается. Вот два человека полюбили друг друга. Это тоже божественная сила, влюбленность. Знаете, как она действует? У нас внутри есть благочестие у каждого человека. Благочестие это то, что делает, приносит счастье. Мне и другим людям. Есть два вида благочестия. Есть благочестие, которое счастье другим приносит. Есть благочестие, которое мне приносит счастье. Иногда они соединяются. Допустим, девушка симпатична. Это благочестие, которое приносит счастье другим. Хочет она или не хочет, ее лицом будут наслаждаться. Иногда, когда наслаждаются ее лицом, ей это нравится. Это значит, что ее благочестие приносит счастье и ей, и другим людям. А иногда, когда ее лицом кто-то наслаждается, ей не нравится. Она не хочет, чтобы этот человек на меня смотрел. Чего он на меня смотрит? А он смотрит, наслаждается. Потому что идет энергия наслаждения. Она не хочет. И так бывает, что благочестие идет наружу, бывает внутрь. Но когда люди влюбляются, то взглядом, глядя на другого человека, мы вытаскиваем из него благочестие. Я наслаждаюсь благочестием другого человека. Это называется влюбленность. Я влюбился в него. Я вытаскиваю из него наслаждение. Энергию наслаждения. Энергию его добрых дел, которые он совершил в прошлом. Вытаскиваю, наслаждаюсь ей. Как вы думаете, у него бесконечно много там энергии, наслаждения для меня? Нет? Ограниченное количество. Также, если взаимная влюбленность, тогда и он смотрит на меня, из меня вытаскивает энергию наслаждения, энергию благочестия моего. И идет взаимное наслаждение, взаимная влюбленность. Когда возникает взаимная влюбленность, то есть возможность быть вместе у людей. Или нет возможности. Бывает, что нет. Нет возможности жениться. Бывает, что девушка не готова жениться. В чем это выражается? Если девушка не готова жениться, она не готова терпеть мужской характер. В мужском характере есть проблемы. Строгость, твердость, жесткость. Женщина чуткая, чувствительная по природе существует. И очень трудно, особенно в юношеском возрасте, терпеть мужскую силу, мужскую энергию. Она поэтому капризничает с мужчиной рядом. Она не может рядом с ним находиться долго. Капризничает. Это означает не готова выйти замуж. Мужчина, когда не готов жениться, взять замуж девушку, он не терпит ее эмоции. Женщина по природе очень эмоциональна. Эмоции женские приносят боль мужчине. И если мужчина не сильный, характер у нее слабый, он не может терпеть женские эмоции, поэтому не может взять замуж женщину. То есть люди могут любить друг друга. У них есть вот эта влюбленность. Это не любовь на самом деле, это просто влюбленность. Они влюбились друг в друга, но жениться не могут, потому что они могут терпеть друг друга характер. Но самое главное, это то, что Олеся вчера на концерте спела. Это самое главное, понять в родственных отношениях. Самое главное, понять вот это вот то, что она спела. Понятно? Нитью незримую. Нитью незримую наши любимые. Понятно? Нитью незримую. Увидеть нить невозможно, но связь есть. Эта нить имеет божественную природу. Нить незримая вот эта вот. Божественная энергия. Между сердцами она протягивается. И эту энергию надо беречь. Мы ее эксплуатируем. Как мы ее эксплуатируем? Пытаемся наслаждаться близким человеком. Это эксплуатация. А надо ему служить, заботиться о нем. Когда у меня ребята, мои помощники хотят, чтобы я еще побольше чуть-чуть работал, я говорю, берегите скотинку, а то сдохнет. Начинают думать тогда, что делать дальше. Я говорю, а если скотинка сдохнет, у вас все развалится. Берегите скотинку. Надо беречь друг друга. Беречь. Не эксплуатировать. Опасно. Родственные нити не надо напрягать. Надо служить отношениям. Служить означает наполнять силой. Но это трудно. Потому что мы сотканы из желания наслаждаться. В этот мир мы появились для этой цели. Очень трудно заставить себя в молитве отдавать силы близким людям. Хочется брать все время. Мы вспоминаем близких людей с целью наслаждаться ими. Не с целью служить, а с целью наслаждаться. Но если мы во время молитвы вспоминаем, это и есть любовь. Подтверждение. Богу понравилось, выключил свет. Чтоб на этой фразе запомнили. Тему запомнили. Раз, два, три. Раз, два, три. Повторить? А вы спали в это время, да? Свет выключили. У меня в армии, знаете, как это офицеры делали? Учебная часть была учеба, когда у солдат. Солдаты обычно спят на учебе. И офицер говорит, тихо, кто спит, потом громко. Встать! Все, кто спали, встают. Остальные сидят. Повторяю. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримою, нитью незримою Наши любимые Запомнили? А? Невозможно забыть, согласен. Надо эту нить питать Служением. Когда мы служим близким людям Когда мы выполняем перед них Свои обязанности, думая о Боге Потому что, когда мы о них думаем Выполняя свои обязанности Нам захочется потом назад Допустим, я для мужа готовлю Когда мы ждем взаимности от отношений Взаимности То это вызывает напряг Люди могут взаимность проявлять Только в отношениях с Богом А в отношениях друг с другом Они могут только пользоваться Этими отношениями Вот смотрите, допустим Меня кормят обедом Вкусно, допустим Рано или поздно Я не буду уже благодарен Я буду чувствовать Что так и должно быть Иногда мне жена нагладит Там все как бы наденет На работу Я подхожу к ней и говорю Смотри Какой я чистенький Я аккуратный Я говорю Это я такой по природе У меня природа такая Что я такой чистенький Аккуратненький Она смеется Потому что мы так все думаем Нас вкусно накормят Наденут Нагладят И мы по природе Становимся чистенькими Аккуратненькими Мы все присваиваем Служение близких людей Склонны присваивать люди Поэтому от них Не надо ничего ждать назад Надо просто отдавать Любовь близким людям Но если мы начинаем Молиться Богу Все вернется назад обязательно Это возвращается незаметно В нашу жизнь Мы не можем понять Как нам дает И что Бог Потому что мы к этому Тоже очень быстро привыкаем Вот например Знания Только по милости Приходят в жизни Ну мы привыкаем Быстро мы думаем Вот я так живу У меня такая вера Это все По моей природе Нет Это потому что Ты получил милость К одному духовному учителю Очень возвышенному Подошли ученики И говорят Это сколько Нам надо было Хороших поступков В жизни сделать Сколько совершить Добрых дел Чтобы получить Такого духовного учителя Как вы Вопрос ему задали Посмотрел на них На одного Говорит Ты в прошлой жизни Был Животным А ты Деградантом И ну Всем назвал Кто они были В прошлой жизни И они спрашивают Тогда А как же Мы стали Вашими учениками И он По шее Одному из них Дал Говорит Вы стали По милости По милости Милость Это важная вещь В понимании Нашей жизни Нашей судьбы Надо понять Что Мы близких людей Получили По милости Детей Получили По милости И само То что дети Подчиняются Нам Это тоже Милость Бога Ведь ребенок В прошлой жизни Был Старцем Глубоким Разумным Мудрым А теперь Родился ребенком И он Играет Вот эту роль Несмышленыша И мы Его Как бы Командуем Им Понукаем Не зная о том Что Может 10 лет назад Он был мудрецом Каким Понимаете То есть Все это По милости Происходит Надо благодарить Надо быть благодарным Богу За близкого человека За детей За здоровье За то что нет войны Сейчас Пока Понимаете Надо за все За это Благодарить Бога Это называют Служение Служение Означает Понимать Что есть Милость Когда мы Привыкаем К тому что есть Это эксплуатация Когда мы Понимаем Что есть Милость Это называется Служение Это не просто Сделать Принять Что мне По милости Муж достался Нам же Не нравится Если Нам Кровь Переливает Мы Потом Говорим Что-то У вас Кровь Была Некачественная Кровь Некачественную Отдали Мне Такая Природа У нас По природе Вот так У нас Все Происходит Так Основная Проблема Заключается В том Что Родственные Связи Это Не Наша Заслуга Мы Не Понимаем Этого В результате Мы Эксплуатируем Эти Родственные Связи Пытаемся Наслаждаться Тем Что Родственники Есть Рядом Не Служим Им А Наслаждаемся Но Есть Еще Одна Проблема Она Заключается В том Что Если Уж Говорить О Любви То Не Надо Ее Путать С Родственными Связями Родственные Связи Это То Что Нам Дано По Судьбе Нас Чем Наслаждаться Вот Допустим Я вот Такую Сладость Люблю А Такую Не Люблю Это Значит Мне По Судьбе Положено Вот Такой Сладостью Наслаждаться А Такой Не Положено Но Но Это Не Значит Что Я Есть Какие В этом Заслуги Просто Мне Бог Дал Возможность Вот Этим Наслаждаться У Меня Есть Муж Пожалуйста Наслаждайся Есть Дети Пожалуйста Наслаждайся Но В меру Пойми Что Чем Больше Ты Этим Наслаждаешься Тем Больше Ты От Этого Будешь Страдать Как Сделать Так Чтоб От Мужа Вообще Не Страдать Надо Просто Всегда Ему Служить И Никогда Им Не Наслаждаться Хоть Тебе И Позволено А Счастье От Служения Оно Безграничное Это Совсем Другое Вот Счастье Которое Ты Подслучаешь От Служения Как Оно Приходит В виде Благодарности Он Скажет Слушай Ты У меня Такая Хорошая Ты От Меня Ничего Не Требуешь Только Заботишься Обо Мне Я Так Тебе Благодарен Это Счастье Но Оно Приходит Уже Не По Карме А Просто Как Награда Есть Карма То Что Нам По Судьбе Дано Наслаждаться Это Карма Вот Нам Столько Выделено Наслаждение По Судьбе Это Карма А Есть Еще Бонусы Награда Награда Всегда Приходит Только Заслужение Бонусы Не Приходит Просто Так Если Это Вы Все Перепутали Есть Энергия Наслаждения Это Родственная Энергия От нее Невозможно Отказываться И Не Надо Отказываться Допустим Вам Бог Дает Жену Вы Говорите Я Отказываюсь Ну Скажет Ну Хорошо Я Другому Дам Нет Проблем Оставаться Без Жены То Что Дает Бог Вам По Судьбе Надо Брать Но Когда Он Вас Наградил Вы Это Отдавайте Это Не Значит Что Вы Отказываетесь Вы Отдаете От Счастья Никто Не Может Отказаться Я Улыбаюсь Вам Можете Отказаться Это Будет Безумие Я Улыбаюсь Вы Раз Отвернулись Надо Брать И Отдавать Это Так Люди Должны Жить Не Надо Себе Брать И Держать Типа Олег Геннадь Что Улыбается Только Мне Смотри На Меня Надо Брать И Отдавать Просто Если Человек Требует Любви Это Уже Эксплуатация Надо Хотеть Служить Требовать Любви Означает Эксплуатация Женщина Не Должна Требовать Внимания К Себе Она Должна Быть Внимательной К Родственникам И Сделать Так Чтобы Эта Внимательность Переполнилась Их И вышла В виде Благодарности В виде Внимательности К ней Вот Все Чем Человек Нуждается В отношениях Это Его Обязанность Вот Женщина Нуждается В теплоте Теплое Чувство Это Обязанность Женщины Создавать Теплое Чувство В семье Она В этом Нуждается Но Это Ее Обязанность Мужчин Нет Теплого Чувства Это Он Может Его Отразить От Женщины Только Женщина Не нуждается В нежности Это Ее Энергия Это Не то Что Мужчина Нежный Какой По Природе Он Не Нежный Он Отражает Нежность От Женщины Женщина Женщина Нуждается В Чутких Отношениях Чуткость Это Не Мужская Энергия Мужчина Не Чуткий По Природе Это Женская Мужчина Нуждается В Послушании Послушание Это Не Женская Энергия Это Мужская Сам Послушен По Природе Это Послушность Твоя Передается Жене Она Такой Ж Становится Мужчина нуждается в том, чтобы жена его считала старшим. Но если ты сам имеешь старших в жизни, тогда жена будет тебя считать старшим. А если ты сам себе старший, она тоже будет сама себе старшим. Способность считать кого-то старшим, это мужская энергия, не женская. Мужская энергия. И она передается женщине от мужчине как награда. Назад возвращается. Мужчине очень важно, чтобы женщина уважала его мнение. Но уважать мнение, это мужская энергия. Если мужчина уважает женщину мнение жены, она тоже начинает уважать его мнение. Видите? То, что мы сильно, потребность у нас имеется в чем-то сильно, это наша проблема. Это не проблема близкого человека. Это наша собственная проблема. И когда мы эту потребность начинаем вымучивать из близкого человека, это называется эксплуатация. И она просто иссушает сердце. Вот представьте, женщина говорит, нежнее, еще нежнее со мной разговаривать, ласковее, ласковее. Что у мужчины возникает в сердце? Просто пустота. И он такой, да-да-да-да-да. Он вроде бы и хочет, но не может уже. У меня в Омске была такая ситуация, я как раз вот эту проблему объяснял. И одна женщина встала неожиданно и со цветами пошла на сцену мне дарить цветы. Ну просто вот во время лекции. Я говорю, стойте, сейчас будет эксперимент. Она такая встала с цветами. И я побежал к ней и начал у нее цветы выхватывать. Она говорит, нет, я так не хотела. И тянет себе. Цветы не дает мне. Потом вообще побежала к себе на место, села с цветами, сидит. Я за ней лезу цветы, ей пытаюсь взять у нее цветы. Она говорит, я так не хотела. Я, говорит, сама хотела подарить. Видите, те же самые цветы. Вроде бы она хотела мне их дать, но я пытаюсь сам взять, ей не нравится. Понимаете, о чем я говорю или нет? Любовь невозможно вымучить к себе. Лекции слушал Олег Геннадьевич? Там что написано? Надо уважать мужское мнение. Уважай мужское мнение. Еще больше не хочет уважать. Понимаете, нельзя, невозможно, как бы. Мы не можем заставить близкого человека себя любить. Это невозможно. Это делает еще хуже только. Только хуже ситуация. Нужно ждать. Обязательно придет. Благодарность невозможно, ничего с ней сделать. Вот, допустим, если я, думая о Боге, приготовила пищу мужу. Что дальше произойдет? Я его кормлю и опять думаю о Боге. Когда я думаю о Боге, от меня бескорыстие идет. Это тайное знание. Слушайте внимательно. Я так как думаю о Боге, он всегда благодарен. Он не может взаимности не питать. Поэтому у меня сердце спокойное. Сердце спокойное, значит, хватает на всех энергии в сердце. Я накормила мужа, у меня сердце спокойное, чувствую все хорошо. Я не жду от него ничего. У него что в сердце в этот момент возникло? Благодарность. Потому что он чувствует, жена накормила просто меня и ничего не требует взамен. Это чувство уникальное. И он, когда вот эта благодарность возникла, с ней ничего не сделаешь. Она там засела и сидит. И благодарность открывает уши потом. Уши. Когда жена начинает мужу говорить о том, ну что лучше вот так вот не делать. Лучше оба ботинка ставить вместе. Не надо. Один на кухне, другой как бы в спальне. Ну, она ему что-то говорит, допустим, да. Вот. Он будет слушать. Почему? Потому что у него в сердце есть благодарность к ней. За то, что она его так удивительно накормила, ничего не требуя взамен. Видите, проблема заключается в том, что мы человека с Богом путаем. Мы же от него хотели взамен, потому что с любовью ему для него накормили его, а он не может отдать столько же, потому что он хочет наслаждаться этой пищей. Он не может во время еды отдавать. Он же не Бог. Он наслаждается. Когда, допустим, жена что-то делает для мужа, он наслаждается. Точно так же и женщина делает. Если мужчина, допустим, заботится о женщине, она не обращает на него внимания, она им наслаждается его заботой. Так же, точно так же, да. И когда человек чем-то наслаждается, у него есть потребность быть благодарным. Вот представьте, мужчина покушал, да? Ему жена приготовила. Он обязательно скажет спасибо. Потому что ей нужно мое спасибо. Он из страха скажет спасибо. Нужно спасибо жене. Это называется культура. Быть культурным. Из культурности это сказал. Но если она приготовила с Богом в сердце, он скажет спасибо из любви. Потому что только божественная энергия может вызвать благодарность. Бескорыстное чувство. Приведу пример. Жена приготовила и сидит. Ну, как бы она ждет от нас взаимности, от человека. Женщина ждет от мужа взаимности. Она села. Он ест. Она смотрит на него, ждет взаимности. Что происходит с ложкой в это время? Она застревает в горле. Потому что ему надо два варианта. Или есть, и наслаждаться. Или быть благодарным. Но если он культурный человек, он скажет, слушай, так вкусно, так вкусно. Но он в это время не будет наслаждаться вкусом. Он будет ее наслаждать. Она говорит, да, ты знаешь, я применил новый рецепт. И начнет ему мозги парить. А ему надо есть, понимаете? И он думает, блин, ну когда же она закончит? И она продолжает, а я так классно, я старалась. Видишь, как я старалась для тебя, да? Вкусно же, правда? Ну, попробуй еще раз. Раз попробовал. Вкусно, да? И он, блин, ну когда же она закончит? Когда же даст поесть? Понимаете, да? Невозможно. Взаимности нет в отношении. Невозможно сразу и есть, и отдавать назад, и есть, и отдавать назад. Мы не можем. Но если ты с Богом отношения строишь, это объединяется вместе. Вот теперь представьте себе, женщина ничего не требует. Она просто приготовила, отдала. Он наелся, из него пошла благодарность. Почему? Потому что там есть бескорыстие. А бескорыстие принадлежит только Богу. В простых отношениях без Бога нет бескорыстия. У нас нет по природе бескорыстия. Мы корыстные по природе. И мужчины, и женщины. И основная ошибка в чем заключается? Мы ждем взаимности от человека. А человеку надо просто служить. Но существует такой интересный феномен, что вначале Бог дает людям определенное количество взаимности в виде влюбленности. Вот влюбленные люди, они всегда взаимные. Меня целуют нехорошо, я отдаю назад. Понимаете? То есть мы наслаждаемся друг другу взаимно. И людям кажется, что это то, что они имеют такое наслаждение, взаимное наслаждение друг другом, что это и есть настоящая любовь и настоящая жизнь. Так вот знайте, что это иллюзия. Это просто бред так думать. Это просто бонус. Вот знаете, есть в компьютере программа демоверсия. Попробовал, потом try and buy. Демоверсия две недели понаслаждался, но оп, не работает. А верил, что будет работать. Думаешь, покупать, не покупать, покупать, не покупать. Точно так же в семейной жизни. Встретил, понаслаждался девушкой. Все, думаешь, всегда, будет всегда. Хотя знаешь, что демоверсия. Потому что все страдают в семейной жизни, а ты наслаждаешься. Думаешь, мне повезло, блин, классно. Все, наслаждаешься, наслаждаешься, а потом бац. Оказывается, у них характер есть. Мужчины вообще как бы не подозревают, что у женщин характер есть вообще. У них даже идей нет. Думают, из них только исходит балдеж, и все, характера нет. То на нас выдает характер. Неожиданно. Ну так, что такое? Я характер вроде не покупал. Я покупал балдеж. Мне характер, оказывается, есть. Она, конечно, скрывает его в какое-то время у меня, потому что от нее идет балдеж. Она его притягивает, приманивает, скрывает характер. Потом бац, характер, оказывается, у нее есть. А он не рассчитывал, не планировал. Но характер, это еще не самая главная проблема, что есть в женщине. Это ерунда вообще. Когда мужчина берет такая стройненькая, худенькая, красивенькая такая, думает, блин, сколько наслаждения, красоты. И, классно, будем жить вдвоем. Он еще не знает, что она очень сильно привязана к своим родителям. Ему придется не только вдвоем жить, а еще и с тещей. И решать все ее проблемы. И это еще не вся беда. Вся беда заключается в том, что из нее скоро полезут другие характеры. И сколько из нее вылезет, он не знает. Они тоже влазят, сначала такие балдежные. Попу поцеловал, ну, хоррюши мои. А потом... Годам к девяти из него тоже характер вылазит, из ребенка. Я говорю, блин, ну что же, он же нормальный был, что такое полезло из него. Try and buy. Сначала энергия наслаждения идет, потом страдания. И так везде. Жизнь не обманешь. Поэтому вот эта вот копилочка с влюбленностью в детей, в жену, мужа, это просто нам для того, чтобы мы не печалились в этом мире. Это не значит, что так должно будет вечно, как люди думают. У меня вечно так будет. Нет, это просто временно, чтобы не печалились. А настоящее счастье идет от труда. Вот этот труд. Труд, в котором человек учится любить, скрипя зубами. Очень трудно любить. Наслаждаться любовью легко, любить очень трудно. И первая капелька любви означает принятие. Вот у меня есть человек, у него такой характер, я принимаю. Принять можно только с помощью энергии Бога. Должно быть достаточно молитвы внутри, чтобы принять характер. Вот у него такой характер, как бы, я принимаю. Мне нормально. Я принял, что это моя судьба. Вот есть у человека у этого близкого все вот это в характере. Я принимаю. Принимаю не означает терплю. Принимаю означает нормально. Спокойно. Не то, что я терплю, принимаю. капелька любви нет капелька любви означает принимаю спокойно когда человек с молитвой принимает то тогда у него нет напряжения в терпении близкого человека он принял все принял когда любви становится больше наступает уважение уважение это видеть сердце человек видеть его душу человек может уважать только за что-то а за что уважать за то что у него есть внутри для начала нужно вспоминать как мы встретились потому что когда люди встречаются бог открывает душу друг друга люди видят самое светлое друг другу потом можно увидеть хорошие вещи глубокие вещи в человеке служа ему только делая что-то служа служа близкому человеку заботясь о нем можно увидеть искорки его души искорки души это хорошие черты характера человека они видны только в служении но когда мы эксплуатируем человека мы получаем плохие черты характера в ответ когда мы наслаждаемся человеком то у нас о нем впечатление портится когда мы служим человеку тогда впечатление улучшается часто люди путают служение с эксплуатацией вот допустим часто родители думают что я если кормлю ребенка я о нем забочусь значит я его служу ему служу ничего подобного вы ошибаетесь служить ребенка ребенку означает понять его часто родители родители же наслаждаются детьми вы понимаете об этом что ребенок просто своим присутствием дает энергию наслаждения поэтому хочется о нем заботиться его кормить а когда он голодный это вызывает страдания у родителей поэтому они не за ну как бы захотят его накормить их цель вот цель мамы сделать так чтобы ребенок был очень сытым и очень спокойным а очень сытые спокойно означает спит потому и цель сделать так чтобы он спал наелся спит молодец все хорошо она наслаждается отношениями но главное для ребенка не быть сытым и спать или главное для него развиваться когда он развивается это вызывает у нее страдания она боится а вдруг чего не так он пошел в поход со всеми это опасно он не ест не спит в это время развивается это опасно там не надо никаких походов ведь эта эксплуатация ребенок же должен развиваться но развивается когда он это опасно а хочется наслаждаться им когда человек развивается им не понаслаждаешься ведь и есть эгоизм во всем в отношениях с детьми во всем но служение это не эгоизм служение означает отправить ребенка туда где он где не моя зона комфорта а его развитие это служение служение всегда шаг пропасть очень трудно служить близкому человеку вот жена развивается допустим где-то в кружках занимаясь танцами там и так далее мужу опасно ну зачем она туда пойдет а вдруг она с кем снюхается ему опасно он все изучает ходит смотрит там можно ее туда в этот кружок отдать жену или нет тоже видите эксплуатация здесь тоже находится мы боимся потерять свою зону комфорт зону наслаждения нет смысла спрашивать можно и нельзя вам придется за него бояться потому что родственные чувства они с одной стороны дают человеку спокойствие когда все рядом наслаждение энергия наслаждения дает спокойствие другой стороны когда кто-то отрывается возникает беспокойство и вы ничего с этим не сделаете ты Продолжение следует...